Друзья, привет! Мы находимся в отделе оформления в Икеа Нижний Новгород. Поступает много-много запросов. Спрашивают, как ходят будильники, как звенят, какой ход стрелок у часов. Поэтому мы решили быть для вас в очередной раз полезными и снять этот обзор. Какое счастье! Пауза! Всем привет! Дима вам сегодня покажет и расскажет. Вперед! Я стесняюсь. 22 группа. Пойдем. Начало к будильнике. Знаешь, смотрите. Чего-то обзывайся. Жги давай. Будильник байк 10 на 10 белый. Сигнал с возрастанием громкости и функции повтора. Еще есть темно-синий, но темно-синего у нас нет. Есть вот такая подсветка. Дайте подождем. Тайминг. Подожди. Ну не жми. Вот сейчас срочка идет. А как включить? Ой, бля. Зачем мне послал эту женщину бог? Как будильник-то завести? Смотрю по времени подсветку. И? Ну? Наблюдать. Надо просто сказать, засечь и сказать, сколько. Вот видишь, она плавно. Пикают они одинаково. Не пикают, не пикают, не пикают. О, все. Здесь возрастание, увеличение громкости. Дайте микрофонечку. Вот, на мой микрофон. Не, я с собой. Ну, сейчас тихий из-за того, что, мне кажется, батарейки сели. Может, но все равно громче. Потому что остальные погромче идут. В общем, вот такой вот. Вот. Когда вам нужно будет струбить. А потом пик. Да? О, кнопочку можно выключить. Можно. Вот. Дальше. Дим. Да-да. Мю-г-е-г-а-ре. Желтая медь. Ну, вообще он эстетично, красиво смотрится. Есть у него такая... Под ретро. Под ретро, да. Без подсветки. Без подсветки. Повторяю за Димой. Короче, давай включай будильник. Можно. Нужно. Ребят, все то же самое. Вы ничего нового не услышите. Но это немножко такой будильник своеобразный. И есть у него небольшая фишка. Можно кинуть об стену? Блин, так неприятно говорить. Я себя и в наушнике слышу. Вот. Все то же самое. Ну, слышно, слышно. Нет, дальше он усиливает. Все то же самое. Да? Просто он погромче. Вот. И если вам необходимо еще пять минут поспать... Да? Вы не выспались до конца. Хочу еще пять минут. Да, как ты на своем часе. Просто так. Пинг. И она через пять минут опять зазвонит. И еще через пять. И еще. Да, да, да. Пока там сзади не отключить. Пока... Самому надо отключить. То есть... Сзади самому, получается, нужно встать и выключить режим будильника. Правильно? Чип того, да. О, как раз. Мочать. Следующий тоже медный. Генга. Латунь. Ну, такой же эстетичный, да? Сюда можно калечки снять положить. Ну, совсем простой, как чайник. Без подсветки и... Повтор у него. И стоит тысяч триста. Да. Без подсветки. За счет эстетики. За счет латуни. Короче, с ним мы не разобрались, но, судя по звуку, клиенты брали, проверяли, когда забирали заказ. Пищит они вот так. То же самое. Одинаково. Все они кварцевые, работают бесшумно. Да, кстати, звук вообще вот... Подношу к микрофону. Нету звука кварцевых часов. А, вообще нет? Классно. Я же тебе не говорила, ему нужно было рассказать эту тему. Я стесняюсь. Будильники Декад. Кстати, они подешевели в этом месте. Черные и белые стоят всего четыреста рублей. Неплохой подарок. У тебя, говорят, часы не дарят, но тем не менее. Так, значит, обратная сторона. Механический у нее. Молоточком звонит. Дом у нас такой розовый. Жуткий прям, ах. Нет там. Нельзя, да? Диму так будильник нельзя. У меня уже глаз дергает. Диму так будильник нельзя. Дальше. Два будильника. Часы, будильник таймер. Один есть. Фельмис. За 600 рублей был еще такой более светлый. Но нету. И Клукис. Клукис. Мы уже снимали. Клукис пищит вот так. Кстати, есть обзор на канале. Один из ранних. Здесь получается будильник, часы, термометр и таймер. Секундомер. Да. Самый функциональный из всей линейки будильник. И убиваемый. Ну, то что до этого я ничего не скажу. Дети не смогли ухать. Пока. По крайней мере Алену точно. Да. И вот. Фельмис. Правильно сказал? Фельмис. Клиенты брали. Брали возрастным родителям. Понравилась подсветка. Что не надо вставать, чтобы посмотреть время. То есть она вот на верхней клавише. Температура. Ну да. Как бы взрослые люди не забудутся то, что какое время. Да. А то если пенсионеру подарить вот такое чудо. Выкинет в окошко. Он, когда приедете в гости, он первым делом вкинет вас. Заберите это чудо. А здесь прям классический. То есть здесь ставится будильник. Показывает время. Показывает температуру. В фаренгейтах и цельсиях. А как переключить? А там где-то есть кнопочки. А кнопочки, то есть он не сенсорный. Да. А вот фаренгейт и цельсий. Это вторая кнопочка. Вот переключаем. Так. Здесь настройка будильника получается. Здесь настройка часы. Вот он. Давай сюда. Часы, будильник, включение и выключение звука, температура и выклоп подсветки. Ребят, по звуку все то же самое. Как и кварцевые. Ну не все примерно пищат одинаково. Так. Пойдем покажем будильники, которые не будильники. А формы будильников, но они просто часы. Да. Ну мы, наверное, сейчас все часы начнем показывать, да? Ну. Гуляй душа. Окей. Самые бюджетные настенные часы в Икее. Стома. 169 рублей. Куда их берут? Очень часто разбирают. Стекло вытаскивают. Сюда ставят какое-нибудь изображение, какую-нибудь картинку. Раскрашивают цифры. Пусть они даже для декора используют. Хорошо. А как они снимаются? Не знаю. Клиенты разбирали. Я не пробовала. Значит, каким-то макар можно разобрать, расставлять. Пойдемте-ка. Сейчас пауза, ребята. Будильники выключаем от этого. На весь магазин-то. 20 минут later. Продолжаем разговор. Снифа. 9 сантиметров. Никакого разодражающего тика, не благодаря акварсовому уходу. Ну, такой интересный. Почему-то ножка более слабая, чем верхушка. Мне кажется, если детям, то дети сразу... И нет. И нема. А регулировать время как? Судя по всему, нужно открыть. Опыт. Опыт. Ну, давай открываем. Для чего мы тут обзор делаем? Показать, потрясти. Конечно. Я не могу. Опыт, да. Против часовой стрелки крути. Да, вот и все. А может, время так настраивается? Нет? Переверни. Ой, блин. Короче, мы не знаем. Надеюсь, это что-то спрятано. Так. Ну-ка. Ну-ка. Может, вероятно, ничего не написали. Вы перенесёшь родителям такой будильник, да? А сейчас на кухне, кстати, смотри, на рейлинге висит. Ну да, то есть вот эта часть. А, получается, можно снять вот эту крышку каким-то, каким-то чудообразом, не знаю. Может, ножка, замок? Нет? Нет, ножка не замок. Замок вот здесь, вот стрелочки. Подожди, если вот там. А, вот. То есть вот за это надо приподнять. А как ножки снять, я не знаю. Ножки не снимаются. А нарисован на картинке, что можно без ножек использовать? Ну, тогда просто вытаскиваем. Оп. А, да, точно. Разобрали. Расчлененка. Так, вот она, регулировка. Стандарт, кварцевый механизм. Дешевый, дешевый. Нет, прикольно выглядит. Это то же самое, что у этих дешевых китайских будильников, да? Что у этих, что у этих одинаково. А какие еще есть механизмы? Подожди, а здесь, наверное, магнитик. Здесь что-нибудь железное? А, вот, подожди, вот железное. Это утяжелитель? Ну да, что-то есть. Магнитик есть, да? Но не сильный. Вот, да. То есть его можно к чему-то пришпандорить. В общем, мы вам часы расчленили. Все. Мы теперь живодеры. Ну да, на кухне очень веселенько будет смотреться. Прикольно. Так, это мы показали. А, вот смотри, какой прикольный. 900 рублей. Так он на упаковке выглядит. Панерере. А он, кстати, ребят, давайте пройдемте к другому месту. Это младший братик. Убежал. Других часов. Пойдем, пойдем. Очень интересные часы. Ребята, смотрите. Тебе хорошо. Ты бегаешь. Каждые пять секунд, кто может заметить. Ну, срабатывает подсветка. Секунды. Вот, смотри, вот. 15. Сейчас ждем 5. Да. Вот. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, 5 секунд. Ну, а вот видно, где будет подсвечиваться. Да? 25, 30. Вот такой же принцип работы, да. И у малыша. Да. Большие стоят 1700, малыш стоит 900 рублей. Например, в спальню родителям и детскую. И детскую. Пластмасса, латунирование, защитное стекло, алюминий, китан. Эх, китайцы. Китайцы. Братья и китайцы. Пойдем обратно. Убежал ты. Так, давай уж параллельно, да, как стоят. Появились новые часы вокалистов. Кстати, у нас вот прям очень востребованы в Саранске. На самом деле, 300 рублей, это очень недорого за такие часы. Соглашусь. На кухню, в коридор берут, на подарки берут. Регулируйте, как хотите. Ну, не прям, ой. Смотри, это, я думаю, вообще они не деревянные. Просто кусок пластмассы. Ну, видишь, тот же механизм. Ну, здесь не за что, дороже-то, блед. То есть, вообще, прям так это. Ну, выглядит, да, вполне издали так это. Дорого буха. 300 рублей. Юки тоже 300 рублей. Юки есть черно-белые. Юки есть цветное. Куда только не берут. А это вот тебе вот на лоб, чтобы время сдал. Сколько? Чтобы не опаздывала. Да. Стадик. Деткам часто заберут. Прикольные вообще, то есть, им можно ли-ли-ли-ли-ли-ли. Это деткам на рабочий стол? Да. Уроки учить. Сейчас скажешь, что мы не обзор снимаем, а фигней занимаемся с тобой. Да-да. В последнее время. Так, регулировка вот. Давай покажем. Кстати, аккуратно. Можно прям ногти поломать, девчонки. Ну, я бы циферки давай бы. Более мелкой. Ну, интересно. Стоит 300 рублей. Если ребенка, то лучше с цифрами. Кстати, мне кажется, сейчас больная вообще тема. Дети, школьники у нас в классе, дети скоро в 6 класс падают, не все знают время. Только электронные знают, а вот так на часах они путаются. Как на телефоне показывают, так они и знают. Кстати, у кого такая проблема, пишите, обсудим. Столпа желтая. При прикосновении сенсор активирует декоративную подсветку часов. Когда помещение светло, подсветка включается. Когда темно, светится ярче. Но мы ничего так и не добились. Значит, слишком светло, либо села батарейка. А, вот она где-то. Ну, она сенсорная, Таня. Да. Тут или светло, или батарейка. Или батарейка села. Ну, он вообще уже задел. А сенсор вот. Сенсор вот я вижу. Отдай. 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 Вот лампочек. Вон там все. Нету, короче, друзья, мои 1300 желтые. Смотри, какие нюансы. Вот сколько вот здесь интересно стоит. Он заюзаный. Он прям на него грязь липнет. Да, не люблю так. Можно я вот так вот делаю, только не ругайтесь. Пластик софт-тач. Но он стирается. Да. Ну, помыть можно, в общем, аккуратненько. Блин. Здесь смотрелся, и кадр пропал. Ну, все, понятно. Такой вот будильник, только в желтом цвете. Так. Сновса. Желтая медь. Такой более насыщенный желтый. Не такой вот блестящий, а матовый, да, более благородный. Здесь темно-синяя внутренность. Это опять же эстетика больше. То есть у него вглядываться будешь. Интересно. Да. Вглядываться будешь долго. Внутри спрятан механизм, все то же самое. Ребята, вот у всех часов все одинаково. Да. Так. Юки такие же. Вот часы, кстати, часто берут у нас в банках в Саранске висят фуги. Они побольше берут? Нет. Вот эти берут. Да. Да. Ну они бюджетно. Время показывают, там мировое время. Ну а до гостиницы туда что брала? Да. Ну они такие вот классико. И выглядят в принципе неплохо здесь. Хотя тут все то же самое. Примитивнее некуда. Нержавеющая сталь. Вот он хвост, который вешается. Ну здесь классический циферблат. Они главное, что все бесшумные. Но опять же за счет чего? За счет того, что они кварцевые, друзья мои. Поэтому, когда задается вопрос, шумные или нет, ребята, они все бесшумные. Выбирайте то, что вам нравится по душе. Часы Чала были раньше только серые. Сейчас появились черные. Такой какой-то коралл морковного цвета. Тоже в детскую, если актуально. Вот они. Подтверждение слов. Кварцевый механизм. Хороший такой добротный плотный пластик. Но не такие жиблые. Защитное стекло. Классические часы. Даже смотри, у красненьких, красненькие цифры. У сереньких черненькие. У черненьких тоже черненькие. Нуфра. Новые часики. 25 см в диаметрах. Зеленый, да? Опять. И красный. Ну, я могу заметить, что у всех плавный ход идет. Идет как по секунду. А именно плавно. У нас какие в коридоре висят? А их, наверное, сейчас уже нету, да? Да. Или вот такие черные у нас висят? Да, кстати. Да, вот наши коридоры. Это получается, что у нас нет. Это пук. А наши фиг знает короче. Сейчас найдем. Дальше. Синдром. 1700. Синдром. Синдром. Есть еще белые. Есть рамочки в этом стиле. Когда хотите собрать именно коллекцию одинаковую, пожалуйста. 35 см в диаметр. Сталифоксидное порошковое покрытие. Здесь опять классическая стрелка. Но, видите, уже без секундочек. То есть, когда там нужно что-то засечь. А секундочка идет у нас гравировка. А, кстати, да. Гравировку можно использовать вместо секундочки. То есть, это не просто пупырки. Бравур. 3500 эти часы стоят, ребят. Мы их не снимем. Если мы их снимем на стук. Металлические такие добротные основательные часы. 3500. Вот смотри. Кварцевый механизм везде. Я просто пытаюсь понять. Что мне про них рассказать? Они бесшумные все. Ну, кварцевый механизм более точный, чем механический. Но, видишь, требует батарейки периодически. Ну да. Тут периодически нужно понимать, что часы нужно будет снимать. Ну, хотя у нас самые простые часы за 200 рублей были. В офисе. Да. В одной батарейке полтора года у нас ходили. Ну так, так что вполне. Из березовой фанерки такие вот авангардические часы. Время, говорит, примерно придумаешь сам. То есть захочешь. Если захочешь полторы тысячи. Такая вот неровная форма. Березовая фанера 28 сантиметров в диаметре. Березовый шпон. Фанерка. Дальше. Висшан. Бежевый. Не наши. Пластик. Здесь стеклышко. 30 сантиметров. Мне первый раз нечего рассказывать. А что про них рассказать? Ну, просто трескаться. А чем они будут? Они висят и висят на стене. Поэтому часы только подбирайте к интерьеру. Больше у них никаких нет. Ни плюсов, ни минусов. Скерик. 26 сантиметров. Кстати, вот этот желтый будильничек вполне подойдет сюда в стиль. То есть темно-синяя. Привет. И желтые цифры. Этого друга мы вам показали. Ну, он очень интересный. Мне он понравился. Фанерера. 1735. Сейчас будет 40. Завораживается немножко. Сидеть смотреть, да? Будис. 1300. Вот эти часики Будис. Тоже классические часы. Вполне офисный вариант. А вот смотри. Даже вот такой интересный. Это плотный пластик. Здесь железка. 35 сантиметров. Ребят, даже не подлезть. Ничего не можно показать. Да-да. Я ваш подписчик. Очень приятно. Здрасте. 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 Блин. У нас была небольшая пауза. К нам подошел молодой человек. Да. Кстати, забыли именно спросить. Забыли спросить. Спасибо огромное. Подняли нам настроение. Прям вот. Всего вам самого наилучшего. Да, пообщались. Постояли. Вы нас вдохновляете. Честно. Вот эта ситуация. Сейчас уже в личку вопросы сыпется. Почему не разблокировать наше сообщество ВКонтакте? Блин. Ну, не разблокировали. Бог с ними. Сказали, что нет. Ждите. Может быть, когда-нибудь. Мы создали новую группу, чтобы клиенты могли. Но клиент опять же. Клиенты просто звонят и говорят. Таня, у вас там какая-то фигня ВКонтакте. Можно я вам так закажу? То есть, у нас уже знают. Поэтому мы. Нашу песню не задушишь, не убьешь. Просто небольшая неприятность произошла. Так что все продолжается дальше. Ребят, на самом деле, огромное вам спасибо за вдохновение. Вы нас толкаете дальше. Вы нас толкаете. Мотивируете. Но, на самом деле, что греха таить? Если вы, канал, наше сообщество, которое создалось, был мотиватором моего похудения. То есть, когда я смотрела на себя в камеру, понимала, что мне это не нравится. И сейчас я хромаю не просто так. Потому что я пошла к персональному тренеру. Я хочу как бы улучшить все это. Ну, блин, больно. Да, если хотите посмотреть ее в молодости, да? 2 года назад. Переходите в видео пораньше. Сковороды. Нет, там-то еще более-менее. Вот где-то, где-то обзор, обзор. Наверное, обзор будет по дивану Сольста, наверное. Ты вот... Еще прическа у тебя такая волшебная там была, да? Харизматичная тетика была. Такая тетенька лет 45-ти. Да. Вот посмотрите, обзор Сольста и сейчас. Хотя на тот момент мне был... Чуть мы опять ушли от темы, на самом деле. Да нет, там немного. Там где-то полтора года назад было. Нет, не полтора года. Это было декабрь 17-го. Ну, примерно так и есть. Ну да, как раз, когда я стала клиенткой Сибири, я начала пользоваться. Результата тогда еще не было. А сейчас-то результат на лице. Вот. Давай часы снимать. Все, за три недели люди. Ну вот. Правда, я такую эмоцию получила. Наверное, вот это пропустили. Нет, нет. Вот мы с этого начали. Ну давай, да. Продолжим. Слип стенд. Ребят, пластик. Ну вот, хоть сейчас опять на меня будут ругаться. Зачем ты стучаешь ногтями? Друзья, ну как мне вам часы-то показать? Пластмасс АБС. Подростку в комнату, да? Интересно, то есть такой вот переход, если в цветовую гамму попасть. Опять же без цифр. Ну да. Давайте эксперимент проведем. Надь, иди сюда. Ребенка показывать не буду, стесняется. Сколько время вот на этих часах? Вот на этих вот. Вот на этих вот. Вот на синих с фиолетовыми стрелочками. Да, грубо говоря. Неважно, вот на этих часах сколько время? Где-то десять. Где-то десять, то сколько десять? Сколько не хватает до десяти? То есть девять и десять. Нам двенадцать лет. Да. Надь, посмотри в телефоне сколько времени. Скажи, пожалуйста. Эксперимент. Ждем ваших фоткликов. У вас такие же ли у нас? Мы не хотим оскорбить. Просто сейчас такая молодежь. Мы с вами его показали. Личного ребенка, родного. То есть, поэтому. Так, свайпа. Блин, я его хочу поближе показать. Дим, подожди. Я хочу их найти. А, вот, свайпа. Чем нравится? Во-первых, двойной корпус. Смотри, как они объемно смотрятся. Да? Ну, давай я его уже так покажу. Да? Да. То есть, они более такие интересные, объемные. Но, опять же. Вот. Видишь, трещина. То есть, пластик, судя по всему, не шибко прочный. Царапки. Ой, вот, смотри, как остается. Ну, вроде как стирается. Ну, в общем, если их только вот взять из упаковки, в детстве на чистые, повесить и на них даже не смотреть, тогда будет толк от них. Часы, кстати, о, Беларуси. А дай-ка я по коробкам пробегусь, где что сделано? Таня, 90% в Китай. Ну, подожди. Беларусь. Так, Дим, если будет больше Беларусь, ты отказываешься от сладкого. Сейчас, пошли. Литва. Все, все, все. Последнюю лишают. Все, мы с тобой зарубились, все. Нет, я не согласен. Беларусь. Дим, проиграл. Не согласен. Дим, проиграл Беларусь. Что же смотреть? Это нечестно. Я все смотрю. Это Беларусь. Блин. Димка отказывается от сладкого. Беларусь. Китай. Ура! Один, один в пользу Димы. Китай. Беларусь. Китай. Литва. Китай. Литва. Ладно, есть шоколадки. Ладно. Папе надо давать возможность отыграться. Ну, в принципе, мы показали, наверное, все. Кроме... Кроме вот... Я не могу найти наши часы. А, вот они. Нуфа. Нуфа, это Дим. Вот они. Нуфа. Они просто в других цветах. Это же наши часы? Да. Нуфа. 700 рублей. Мы так и покупали. Пойдем еще вот такой покажем. Икея ПС 1995. Ну, он бесшумный. Не, мне печали, тут эти напольные часы пропали. Классные были, напольные назывались. Убейте, не помню. И желтые были, и... Они, кстати, в Икеа, в нижнем, в Икеа сервисе стоят до сих пор в этом, ну, в клиентской зоне. Так, друзья. Такой у нас немножко сумбурный получился обзор. Эмоциональный, да, скажем так. Ребят... Мы немножко подзарядились под это. Да, ну, правда, мы подзарядились, поэтому такие прям... У кого какие часы? Вот, может быть, вы нашли какие-то минусы в эксплуатации? И можете поделиться... Барабашка у тебя это... Ушипнул. Детей с собой брать нельзя. Да. И можете поделиться минусами, которые у вас возникли. Либо, наоборот, плюсами. Вот у нас такие вот. Вот они висят и висят. Мы въехали полтора года назад после ремонта. Повесили, мы их не трогаем. Они мне не мешают. Я с них даже пыль ни разу не вытирала. Либо порвать. Вот. Поэтому расскажите. Мне вот очень интересуют вот эти товарищи, потому что на самом деле заказывали за все время раза три. Заказывал банк один. Все. Ну, домой как-то... Ну, домой-то, Таня. Ну, извини. Это минимум организации. Ну, да. Потому что у нас вот висят вот эти маленькие, то они довольно-таки большими смотрятся. А вот это ведрышко... Диаметр, кстати, написано. Вот. У меня все. Дим, можешь что-то добавить? Нет. Да. Давай тогда прощаться. Ребят, ждем от вас комментариев, что бы вы хотели еще увидеть. Точечно. У нас свой плейлист подготовлен, а мы бы хотели еще учесть ваши пожелания. Да, ребята, давайте еще предлагайте, какие еще обзоры вам интересны. И пора, наверное, уже прямой эфир провести. Да, пора. Но не в ближайшее время. Да. Потому что у нас сейчас прям вот напряженно-напряженно, плотно-плотно. А может, там мы сделаем прямой эфир в нашей студии? Можно, да. Может, это попроще будет. Да. Там дети не пищат. Да, мы хоть на диванчике посидим. Вот. Ну все, хватит уже трандить, давай прощаться. Друзья, ждем комментариев, отзывов. Не забываем. А я в лесу прямой эфир. Можно и в лесу, Дима, можно и в лесу, где угодно. Хоть на пеньке. Все, ребят, пока.